По накалу страстей эта вещь сильнее «Войны и мира» и «Анны Карениной вместе взятых». Крейсерова соната вызвала такое бурление в обществе, в литературных и музыкальных кругах, что печатать ее отдельным изданием было запрещено. А между тем все знают, что именно посредством этих самых занятий музыкой и происходит большая доля прелюбодеяний в нашем обществе. Женщины, коварные, прекрасно знают, что мужчины хотят всегда одного – тела. Вот и занимаются только тем, что соблазняют, привлекают ухажеров своим внешним вызывающим видом, украшениями и всевозможными нарядами. Познышев убежден, что женщина счастлива и достигает всего, чего она может желать только тогда, если она обворожит мужчину. И потому главная задача женщины – уметь обвораживать его. Хотя, конечно, наверняка он лукавил, ведь когда затрагиваешь такую скользкую тему, будучи уже прославленным автором, автором Анны Карениной, где та же самая тема измены и семейных отношений поставлена во главу угла, явно не ожидаешь равнодушия. И нам словно передается это ощущение, что нам-то пока истина не открылась. Как-то раз при Льве Николаевича Толстом исполнили сонату номер 9 для скрипки и фортепиано Людвига Ван Бетховена. Эта соната была посвящена Рудольфу Крейцеру, французскому скрипачу, композитору и дирижеру. В историю музыки она вошла как Крейцерова соната. Она произвела на Толстого очень сильное впечатление и стала одним из импульсов к созданию повести о том, как один мужчина из ревности убил свою жену. Сегодня мы поговорим о самой скандальной повести Льва Толстого, которая никого из вас не оставит равнодушным. По накалу страстей эта вещь сильнее войны и мира и Анны Карениной вместе взятых. Давайте сначала поговорим о Крейцеровой сонате Бетховена. Так как с ней связана одна очень пикантная история, которая наверняка была известна Толстому. Изначально соната была посвящена не Крейцеру, а британскому скрипачу Джорджу Бриджтауеру. Именно он был ее первым исполнителем в 1803 году в Вене. Существуют разные версии о том, почему в печать соната попала с посвящением уже не Бриджтауеру, а Рудольфу Крейцеру. Наиболее известной была версия о том, что якобы после премьеры Бетховен, а Бетховен, кстати, сам исполнял фортепианную партию, и Бриджтауер поссорились. Якобы из-за какой-то особо женского пола. Озлобленный композитор вычеркнул посвящение музыканту и в итоге поставил посвящение другому скрипачу, Рудольфу Крейцеру. Но самое парадоксальное, что сам Крейцер ни разу эту сонату так и не сыграл. Есть версии, что он считал ее очень трудной для исполнения. А по одной из довольно прозаических версий Бетховен изменил посвящение, ну просто потому, что Крейцер был более выдающимся и привлекательным для публики скрипачом. Соответственно, и его сонату слушали гораздо охотнее. Виртуозный пианист и дирижер Николай Рубинштейн, основатель и директор Московской консерватории, вспоминал, как однажды граф Толстой обратился к нему с вопросом, мол, какое из ансамблевых произведений для скрипки и фортепиано является, по мнению Рубинштейна, самым значительным. Он тотчас же ответил, соната Бетховена, так называемая Крейцерова соната. Толстой послушал ее, и она его поразила. Крейцерова соната действительно впечатляет. Скрипач и пианист, которые исполняют ее, словно находятся в пылком поединке, демонстрируют свою виртуозность и мастерство. Соната состоит из трех частей, и в них дуэт скрипки и фортепиано будто бы вступает в грандиозную чувственную схватку, возбужденное и энергичное соревнование единомышленников. Именно чувственность Крейцеровой сонаты особенно подчеркивал Лев Толстой. «Страшная вещь эта соната», — скажет главный герой его повести. Восприятие Толстого, по большой вероятности, Крейцерова соната Бетховена ассоциировалось как раз с любовной историей двух мужчин и женщины, с историей их ревности и страстей. И это, конечно, соотносится с его собственной повестью. Однако стимулом к написанию произведения было не только впечатление от музыки Бетховена. Оно соединилось с еще двумя обстоятельствами. Во-первых, с интересом Толстого к художественному анализу взаимоотношений полов, которая обострилась, по его же словам, после письма к нему одной женщины об угнетении женщин половыми требованиями и о положении женщины в современном обществе. Вторым обстоятельством, которое укрепило писателя в намерении написать повесть, стала история известного актера XIX века Василия Андреева Бурлака. Он рассказал Толстому о случайном попутчике в поезде, которому изменила жена. Работу над повестью писатель начал в 1887 году. Первоначально произведение называлось «Как муж убил жену». То есть музыкальная составляющая не была помещена на первый план. Но после того, как Толстой услышал сонату Бетховена, в его голове пазл замысла сложился целиком. Софья Толстая, жена Льва Николаевича, вспоминала, как муж говорил, что хочет написать рассказ от первого лица, и чтобы кто-нибудь играл в это время крейцерову сонату Бетховена, а художник Илья Репин, автор известных полотен, Иван Грозный и его сын Иван, запорожцы пишут письмо турецкому султану и многих других, чтобы он написал картину, содержание которой соответствовало бы рассказу. То есть в голове Толстого созрел замысел синтеза искусств, живописи, музыки и литературы. Но несмотря на то, что Репина тоже занимала крейцерова соната Бетховена, картину он, к сожалению, так и не написал. Повесть же Толстого была впервые публично прочитана в 1889 году в редакции издательства «Посредник», которая, кстати, и возникла по инициативе Льва Николаевича. В произведении Толстой затронул острейшую проблему – состояние брака современной писателю России. Крейцерова соната вызвала такое бурление в обществе, в литературных и музыкальных кругах, что печатать ее отдельным изданием было запрещено. Даже на 13-й дом собрания сочинений Толстого, где должна была появиться крейцерова соната, представляете, наложили арест. Что же там такого понаписал Толстой? Давайте разбираться. Крейцерова соната открывается несколькими эпиграфами, взятыми из Библии. Одна из цитат многим из нас знакома. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». То есть сразу же перед нами главная тема повести – прелюбодеяние, то есть нарушение супружеской верности. И всевозможные танцы вокруг этой темы. Напомню немного, о чем идет речь в повести. «Поезд». Четверо случайных попутчиков развернули полемику о том, как муж и жена должны вести себя в браке, и что вообще такое любовь. В общем, разговор об отношении полов. Дискуссия интереснейшая. Кто-то за патриархальные устои, мол, жена должна бояться мужа, кто-то верит в чистую священную любовь. Но самая оглушающая точка зрения принадлежит будущему главному герою повести по фамилии Познышев. Он уверенно констатирует, что никакой любви нет, кроме любви чувственной. И то это ненадолго. Уж точно не до гроба. Познышев выделяется среди всех остальных своей уверенностью и будто бы истинной правдой о жизни. Например, одна из пассажирок, некая дама, говорит ему, «Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном сродстве». А он и передразнивает «Духовное сродство, единство идеалов, но в таком случае незачем спать вместе». Познышев рассказывает собеседникам ужасающую историю о том, как он убил свою жену и об их совместной жизни до произошедшего. То есть перед нами жуткий, подробный и последовательный анализ исповедь того, почему и как произошла эта история. История Познышева пугает. Он нервно перебирает все события своей жизни, рассказывает о неудачном браке, чудовищной, сумасшедшей ревности и трагической развязке. Толстой здесь подвергает анатомии одной из самых деструктивных чувств – ревность. Она подтачивает любые отношения, вонзается и пропитывает своим ядом брачные узы. Познышев ревнует свою жену-пианистку Лизу к скрипачу, с которым они вместе исполняют крейсерову сонату Бетховена. Скрипач и пианистка начинают сближаться, но нигде в повести Толстой прямо не говорит о плотском факте измены. Познышев же надумывает, усугубляет, даже словно смакует связь жены и скрипача и будто бы сам раздувает этот адюльтер. Но ревность он сам считает дьявольским чувством и говорит, что словно какой-то дьявол точно против его воли придумывал и подсказывал ему самые ужасные соображения. То, что говорит Познышев, настолько обескураживает, что нам в какой-то момент становится страшно. Во многом потому, что это насущные темы. И будто рядом с вами сидит Толстой или его Познышев и говорит, «Когда муж и жена приняли внешнее обязательство жить вместе всю жизнь и со второго месяца уж начинают друг друга ненавидеть, желают разойтись и все-таки живут, тогда это выходит тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга». К этим размышлениям добавляется особый аспект – музыкальный. Дело в том, что ревность героя зарождается, когда Познышев видит жену и музыканта, играющим музыку. И, по его мнению, именно музыка, больше, чем все другие виды искусства, развращает людей и склоняет к измене. «Они играли Крейцерову сонату Бетховина? Страшная вещь эта соната. И вообще, страшная вещь музыка», – говорит Билл. Крейцерова соната становится инфернальной, адской сонатой. Музыка гипнотизирует, совращает. Более того, за ней даже пытаются скрыть эту измену. Мол, вроде бы все так возвышенно, он и она занимаются вдвоем искусством, музыкой, сближаются, ведь в этом нет ничего предусудительного, и только глупый и ревнивый муж может видеть тут что-то нежелательное. А между тем, все знают, что именно посредством этих самых занятий музыкой и происходит большая доля прелюбодеяний в нашем обществе. В общем, именно искусство становится не просто причиной измены, а еще и, по сути, служит мотивом убийства. Однако, по-толстому, началось все не с образования классического любовного треугольника с последующей ревностью и расправой с женой. Началось все гораздо раньше. Познышев рассказывает, что сначала у них с женой были ссоры. В результате них супругам стало ясно, какая огромная пропасть между ними. Влюбленность быстро испарилась, и героям открылась страшная правда. Друг напротив друга остались совершенно чуждые друг другу два эгоиста. Однако, они не расстаются. Более того, у них появляются дети, к которым они оба равнодушны. И когда уже отношения в паре развалились, появляется третий человек, другой мужчина, и на этих развалах начинает полыхать пожирающий и Познышева, и его жену огонь. На примере этой частной истории Познышев очень умело и резко говорит о половых проблемах, о разврате, который также свойственен и мужчинам. Более того, и главному герою он также присущ. Познышев этого не скрывает и говорит, «Жил даже нить бы, как все живут, то есть развратно». И, живя развратно, был уверен, что живу как надо. Вроде бы, казалось, дал пощечину мужчинам, но нет. В разврате повинны именно женщины, по его убеждению. Ведь они разжигают в мужчинах чувственности. Познышев рассказывает, как товарищи привели его в публичный дом. И после этого он вспоминает, что тотчас же, там же, не выходя из комнаты, ему сделалось гадко от навеки погубленном отношении к женщине. Это, кстати, в каком-то смысле автобиографический эпизод. Толстой сам рассказывал о том, как его братья впервые привели его в публичный дом. И пишет, «Я совершил этот акт, а потом стоял у кровати этой женщины и плакал». Но женщину жалеть не за что. Более того, разницы между публичной женщиной и аристократкой нет почти никакой. И той, и другой пользуются как орудием наслаждения. Да, ей дают всякие права, равные мужчине. Как пишет Толстой, но все равно мужчины продолжают смотреть на нее, как на объект удовлетворения похоти. Так воспитывают ее и в детстве, и общественным мнением. Женщины, коварные, прекрасно знают, что мужчины хотят всегда одного – тела. Вот и занимаются только тем, что соблазняют, привлекают ухажеров своим внешним вызывающим видом, украшениями и всевозможными нарядами. Познышев убежден, что женщина счастлива и достигает всего, чего она может желать только тогда, если она обворожит мужчину. И потому главная задача женщины – уметь обвораживать его. Вся разница только в том, что опытные обольстительницы делают это специально, а скромные невинные девушки – бессознательны. Изначально к женщине потребительское отношение, а они его еще и усугубляют. Мол, весь разврат-то не в физическом контакте, а в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входит в физическое общение. Женщины в общем-то зло. Василий Познышев даже говорит, что не в сифилическую больницу он сводил бы мужчину, чтобы отбить у него охоту от женщин, но в душу к себе посмотреть на тех дьяволов, которые раздирали ее. Духовность, близость, душ – ну что за ерунда? Это пустой и лживый антураж. После страстей между мужчиной и женщиной наступает ненависть и холодность. Всякое начало любовных отношений – это начало и конца. И с каждым днем вы только приближаетесь к краху. И Познышев как раз считает, что до убийства жены ножом он начал убивать ее гораздо раньше. Да, в повести он предстает как мучитель, но сам себя он считает жертвой, которую завлекли, схватили, а потом еще и добили этой чертовой крейсеровой салатой. В конфликте со своей женой Познышев жалеет только самого себя. Когда он убивает Лизу, то одновременно с этим словно символически закалывает и ее преступную красоту, ее мерзкую способность обольщать мужчин. Когда Лизе уже стало понятно, что ее раны смертельны, она бросает мужу в лицо фразу о том, что он добился своего, он ее убил. А он в ее лице в этот момент видит не только физические страдания и близость смерти, а, как он говорит, старую, знакомую, холодную животную ненависть. И только когда он видит ее мертвое тело, в котором уже нет никакой красоты, одни увечья, только в этот момент Познышев разглядел в ней человека. Я взглянул на ее с подтеками разбитое лицо и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость. В первый раз увидал в ней человека. Как я уже говорила, печатать Крейцерову сонату отдельным изданием запретили. Впервые повесть опубликовали в Швейцарии, в Женеве в 1890 году. Однако вскоре она была опубликована и на родине автора и произвела настоящий взрыв. Очень долго именно это произведение было самым читаемым и обсуждаемым в России. Восприняли повесть неоднозначно, но каждый прочитавший ее посчитал повесть откровения. Они писали, что после прочтения точно повязка падает с глаз и видишь и понимаешь и свою неправильную жизнь и жизнь других людей. Толстой своей повестью по-настоящему шокировал привычные представления современников об отношениях и браке. К рейцеровой сонате посвящались различные публичные чтения, разного рода проповеди священников, многие из которых, конечно, защищали христианское понимание брака. А многие восприняли толстовские мысли так, что лучше браку и не быть вовсе. Девушки говорили, если бы мне случилось сегодня выйти замуж, я бы завтра уже утопилась в Донепре. Один из современников Толстого писал, что вот он за 45 лет, что живет на свете, ни разу не видел нигде такого возбуждения, вызванного в обществе литературным произведением. Небывалое случилось. Соната необычайно задела всех. Известный богослов и духовный писатель архиепископ Никанор Бравкович писал, «Можно ли оправдать Толстого во всех этих преувеличениях лжи и клевете художественными целями?» Нет Толстому оправдания. Он будто пишет не произведение, а выставляет все так, что вроде бы так оно и есть на самом деле. Ведь тут Толстой устами Познышева прямо говорит о том, что жизнь людей это вообще-то дом терпимости. Максим Горький же считал, что в Крейцеровой сонате постаревший Толстой выражает чувство злобы по отношению к женщинам. Да, кстати, удивительно, но такую острейшую повесть Толстой написал, когда ему было уже за 60. В музыкальной среде повесть также вызвала бурление. Ведь теперь соната Бетховена настолько была сцеплена с повестью Толстого, что исполнителям Крейцеровой сонаты рекомендовали озаботиться тем, чтобы публика при ее исполнении совершенно забыла о тексте Толстого под тем же названием. Добиться надо было музыкальной простоты, красоты и гармонии, которая очистит от толстовской пошлости сонату Бетховена, посвященную Крейцеру. В общем, долгом многих музыкантов стало не укреплять в сознании общества, а разорвать навязанное Толстым соединение с сонатой Бетховена. Да что уж говорить, даже жена Толстого не осталась равнодушной Крейцеровой сонате. Она даже написала повесть под названием «Чья вина», чтобы поспорить с идеями мужа в любопроизведении. Она излагала свою точку зрения на историю, описанную в Крейцеровой сонате. Между Толстыми вообще разгорелся довольно яростный конфликт. Софья Андреевна хотела отстоять чистоту и святость супружеской любви. И любви вообще как самого невероятного великого чувства. Но разумеется, ведь не обошлось без того, что многие близкие семье толстых люди восприняли повесть как нечто глубоко личное. В дневнике Толстая писала «Не знаю, как и почему связали Крейцерову сонату с нашей замужней жизнью, но это факт. И всякие, начиная с государя и кончая братом Льва Николаевича, все пожалели». Более того, ее саму эта повесть очень сильно оскорбила. Как она призналась, соната сразу же нанесла рану, унизила меня в глазах всего мира и разрушила последнюю любовь между нами. Предлагая женский взгляд на повесть мужа, Софья Андреевна утверждает, что ни в коем случае нельзя воспринимать мнение Толстого как истину. Это большое заблуждение и такого отношения к женщине нельзя принимать ни в коем случае. Но как бы то ни было, все равно нельзя прямо утверждать, что Познышев это герой, который транслирует все мысли самого Льва Толстого. По крайней мере, складывается четкое впечатление, что персонаж как раз таки не вызывает симпатии у автора. И у нас он тоже симпатии не вызывает. Но весь парадокс в том, что в какой-то момент может начать казаться, что этот убийца очень даже объективен. Но это в основном потому, что другие пассажиры не могут чем-то серьезным, опытным подкрепить свою точку зрения. Более того, Толстой был сам удивлен нападком на него. Хотя, конечно, наверняка он лукавил, ведь когда затрагиваешь такую скользкую тему, будучи уже прославленным автором, автором Анны Карениной, где та же самая тема измены и семейных отношений поставленного главу угла, явно не ожидаешь равнодушия. Конечно, Толстой предвосхищал все эти скандалы. Да и вообще, по сути-то, если Толстой и выражает свои взгляды посредством различных суждений Познышева, то он как раз таки критикует вот этот потребительский аспект в отношениях между мужчиной и женщиной. И почему вы это не считываете, господа современники, непонятно. Но все это так остро, так неоднозначно и очень хитро и талантливо, конечно. Не могу не упомянуть здесь про роман Анны Карениной. История Познышева рассказывается под стук колес в вагоне поезда. И у нас невольно возникает образ роковой железной дороги из Анны Карениной, на которой гибнет главная героиня. Вообще, у самого Толстого были непростые отношения с железной дорогой. Он считал, что где нет железных дорог, там люди меньше теряют времени в пути, чем там, где есть железные дороги. Потому что здесь народ ездит без надобности. Это приучает к безделью. Ну так вот, когда Познышев перебирает по косточкам свою жизнь, он признается, что ему как-то раз в голову пришла мысль лечь на рельсы под вагон. Но кое-что мешало ему это сделать. А именно та самая жалость к себе и кипящая ненависть к жене. Он говорил, нельзя покончить с собой и оставить ее, надо, чтобы она пострадала хоть как-нибудь. То есть и Анна, хоть и осознает свое нравственное падение и крестится перед тем, как бросится под колеса, она во многом хочет сделать больно Вронскому, своему любовнику. Так и герой крейцеровой сонаты убивает человека, продолжая жалеть самого себя. Оба героя думают только о себе, хотя у Анны несколько другая логика. Она думает так, умереть и он, Вронский, будет раскаиваться, будет жалеть, будет любить, будет страдать за меня. И Толстой тут показывает тончайшую деталь, когда рассказывает об этом ее мотиве. Посмотрите. С улыбкой сострадания к себе она снимала и надевала кольца живо с разных сторон, представляя себе его чувства после ее смерти. Между крейцеровой сонатой и Анной Карениной параллелей достаточно много. И здесь мы с вами видим мастерство Толстого как тонкого психолога. Например, Познышев замечает, что между Лизой и виртуозным скрипачем установилась как бы электрическая связь, электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Она краснела и он краснел. Она улыбалась, он улыбался. Очень похожий эпизод мы с вами встретим и в ванне Карениной. Там героиня Китти Щербатская наблюдает за поведением Алексея Вронского и Анны на балу. Китти видит, что они чувствовали себя наедине в этой полной зале. Анна улыбалась и улыбка передавалась ему. Она задумывалась и он становился серьезным. Вот эти толстовские детали невероятно цепляют читателя, провоцируют на эмоцию. Антон Павлович Чехов даже благодарил Крейсерову сонату за то, что она до крайности возбуждает мысль. Он писал что читая Крейсерову сонату едва сдерживаешься чтобы не крикнуть это правда или же это нелепо. После публикации Крейсеровой сонаты были даже художественные отклики на нее. Например, в 1891 году вышел маленький рассказик Осипа Лурье под названием Крейсерова соната во всем виновата. Она очень увлекательная. Там герои он и она знакомятся в прекрасном культурном месте в библиотеке. Они сразу же обнаруживают общность интересов. Им так друг с другом комфортно. И вот они вместе впервые читают Крейсерову сонату Толстого и решаются на смелый вызов. Они женятся чтобы доказать что известный писатель врет и его суждение о браке это непростительное заблуждение. В общем-то решают жить вопреки учению Толстого верной полной жизнью. Отреагировал на повесть Толстого и известный писатель Николай Лесков. Автор повестей Левша и Очарованный Странник. Лесков написал рассказ который так и называется по поводу Крейсерову соната. И там автор повествователь так гордо встает на защиту женщин и говорит что вообще-то любая женщина даже та которая изменила мужу все равно намного чище и лучше любого мужчины. Тоже смелое и громкое заявление и рассказ который тоже стоит внимания. Произведение Толстого также вызвало рефлексию композиторов. Например в 1923 году чешский композитор Леуш Яночек написал свой струнный квартет номер один по повести Толстого. Почему же еще так сильно задевает крейцерова соната? Да, конечно, во многом благодаря мастерству Толстого. Но когда мы с вами читаем ее, то возникает впечатление, что это действительно невыдуманная история. Сам Познышев убежден, что знает нечто такое о своей жизни и о жизни вообще, чего другие не знают и не чувствуют. И нам словно передается это ощущение, что нам-то пока истина не открылось. И то, что Познышев говорит, очень страшно и правдиво. И когда эту правдивость бросают вам в лицо, вы негодуете, вам не нравится эта правда, и вы всеми силами хотите отыскать аргументы, но, скорее всего, найдете только подтверждение многим познышевским мыслям. Это даже раздражает. Но на самом деле его история и его точка зрения это поражение. Ведь что ему остается на самом деле? Только рассказывать уже другим случайным попутчикам свою историю снова и снова. Опять переживать все подробности случившегося. И при всем его так называемом знании жизни он, возможно, даже не догадывается, что его судьба это поражение, которое он нанес себе сам. Крейцерова соната тот текст, который точно стоит прочесть, если вы еще этого не сделали. Даже если вы сейчас узнали, о чем там идет речь, все это не показывает мощь слова Льва Толстого. На мой взгляд, это произведение наряду с тоже небольшими текстами «Отец Сергий и смерть Ивана Ильича», сильнейшая из написанного им. Даже если бы Толстой не создал своих грандиозных романов, он бы даже с этими тремя произведениями вошел в историю литературы как гениальный писатель. Слушайте крейцерову сонату Бетховена. Читайте и перечитывайте крейцерову сонату Льва Толстого. Это настоящее искусство. Подписывайтесь на канал Лектория Достоевского, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Льва Толстого.